Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это еще что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди Помнишь, пацаненка жил напротив моего дома? Мне надо было грузовик забрать Так он меня подбросил А что за грузовик? Он нам денежку принесет Прыгай, по дороге объясню Садись за руль Куда? Риверсайд Ладно, едем в Риверсайд Ну и ночко, да? Ну да, можно сказать и так Ты все еще злишься? Нет? Ну что ты, подумаешь, труп закопали Прям мечтал бы Выйду и... Да ладно, ты же оторвался с девками Ну да, да И за это спасибо Но за то, что было потом Благодарить не стану Ладно, ладно Слушай, сегодня все будет куда лучше, обещаю Очень на это надеюсь Что за дела? Заезжаем в пару мест Распродаем сигареты Потом отгоняем грузовик обратно к Эде И получаем свою долю Расплюнуть Постой-ка Помнится, меня как-то раз за решетку укикли За такое вот расплюнуть Не волнуйся Я уже этим занимался Давай в Риверсайд Ну как скажешь Поверь, ты мне спасибо скажешь Что теперь? Теперь разбираемся с клиентами Эти парни покупают у нас груз Пошли со мной Давай лезь наверх И подавай товар Привет, блок красных Вита, подай блок красных Вита, проснись и кинь мне блок красных Да, вот его Здесь Эй, хорошо, что ты приехал Курить нечего Мне блок синих Вита, один блок синих Отлично Отлично, давай Вот вам, сэр Всегда пожалуйста Такого черта? Ай, сержант, как дела? Как всегда, блок синих? Думаю, в этот раз мне белые Слышал, Вита? Давай, блок белых Да, вот его Спасибо, Джо А теперь исчезни отсюда, понял? Ну все, поехали Садись, Вита Дальше в Милвилл Сегодня все отлично Мы серьезное бабло срубили Дальше в Милвилл Тут у меня нападение на полисмена Понял Малыш, Марти Он тоже на эти работал Ага, сбитый, видит Парню еще и 18-ти нет Возит меня, выполняет мелкие поручения Что-то отвозит, занят Но он думает, он гангстер Слишком много в кино торчит Ну если пацан решил брать пример с тебя Он плохо кончил Вот как умник Он мне тебя напоминает в том же возрасте Именно А я после встречи с тобой два года ловил пули в Европе А потом шесть лет сидел Ну, по-это я и говорю В чем дело тебе? Кто-то с утра в кофе нассал Ты что, забыл, как клево было? Ага Напоминай мне иногда, ладно? Давай блок синих Да, вот его Есть Привет, мне блок красных Это блок красных Отлично, давай Что продаешь, парень? Ты покупатель и глазеть пришел? Возможно Мы толкаем сигареты Блок два бакса Целый ящик сотня Как тебе такой вариант? Отдаешь десять блоков И тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь Эй, дружок Давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой А я притворюсь, что я тебя не видел Сойдет Ха Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место И за торговлю здесь надо платить Так что плати Нет, это ты не врубаешься Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой Который толкает по мелочи краденая курева На моей улице Так что прикрывай лавочку, козел Все ясно, парни? Будет распродано Чок Чок Вот Хе-хе Ну что теперь скажем? Что я скажу? Вот что я скажу Давай в машину и валим отсюда Ладно, давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим Вот нажми вид и он уходит Я сейчас пол продавлю, Джо Быстрее не будет Вот чёрт, ты что теперь? Нужно всю пиццу Ищи ближайшую куртку и позвони Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, давай Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, хорош болтать! Эдди, это Вито. Слушай, у нас тут проблема. Мы толкали Курева, а потом внезапно появились эти приолинщики и подожгли грузовик. Что? Ты что издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали? Какого вообще хрена? Эдди, послушай, Эдди! Слушай, мы не виноваты, ясно? Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница? Деньги мне мои верните! Я два куска за грузовик отдал, и хочу их назад! Ваше счастье, тормоза, что со мной тут Стив, человек Деррека. И мы как раз решаем, что делать с этой шварию. Разберемся с ними сейчас же. Стив будет ждать в бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеная лошадь. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Пусть поймут, что с нами связываться в себе дороже. Только без стрельбы, чтоб канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать в газетах про мафиозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся, мы разберемся. Итак, встречаемся со Стивом у входа в бешеную лошадь. Хорошая новость, он нам поможет. Плохая новость, Эдди требует свои деньги. Все две штуки. Черт, ты же не думаешь, что из этих высыпятся два косаря? Я не знаю. Посмотрим, что задумал Стив. Знаешь ли, он вряд ли нам по доброте душевной помогает. Пошли. Эдди рвал и металл в трубу. А то, а я-то какой сейчас бешеный. Даже если у уродов ни гроша нет, я из них органов на два куска вытрясу. Я за. Но что это вдруг Стив работает на Эдди? Он человек Дерека, Дерек в команде Винчи. Я тебе что, доктор? Вот это, ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что пашешь на Эдди, мы все перебиваемся всем, что мимо пробегает. Дерек в команде Винчи. Кончай насиловать педаль газа. Не нервничай, я спешу. Эй, Стив. Э-э, привет. Марти? Ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, э-э, это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную, закончим. И, э-э, почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата. Ограбили и вывели три зуба. Да уж, ублюдки поганые, от них по всему городу одни неприятности. Сыть, пацан, сейчас я говорю. Так что, как сказано в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем тут все к черту. И как мы это сделаем? Вот так. Вперед, ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а? Это что такое было? Так, все, батю. Оставим им подарок. Биту, Марти, у меня в багажнике пара коктейлей Молотова. Берите и швыряйте внутрь. Ха, с удовольствием, Стив. Будет им урод. Ладно, теперь пошли в литейную. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Вот деньги. Но слава тебе, господи. Вот же тупые наркоманы. Они нас надолго запомнят. Молодцы, ребята. Вот ваша доля. Спасибо, Эдди. Мы сегодня тебе еще нужны или уже все? Есть у меня одно дело. Нет-нет-нет, на сегодня все. Если что, я вам позвоню. Берегите себя, сэр. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ты все еще думаешь завязать? Да, со следующего месяца, наверное. Никто. Свиньи верещат, наверное. Что значит смерть? Шабаш на сегодня. Но я еще не доколотил отбивную. Нет. Это точно. Пошли. Сейчас приду. О да, приятель назвал мне точное имя. Да я бы там столько бабла поднял. Думаешь, я не знаю о наркотике? Я в курсе, откуда вы деньги берете. Балькона считает, что у него все на мази. Но он так просто не отделает. Ну же, как вы ее провозите в штаб? Я ничего не знаю. Я простой бухгалтер. Не выделывайся мне тут, козел. Хочешь повторить судьбу своего дружка, а? Давай, посмотри на него. Думаешь, ты круче? Когда мы с тобой закончим, мы пустим тебя на фарш в одной из этих машин. Вопрос только в том, убью я тебя перед этим или нет. Откуда эта чертова вонь? Фу. Эй, там кто-то ест. Эй, ты еще кто такой? О, господи боже. Капитан Сортир спешит на помощь. Заткнись нахрен, Лука. Эй, я тебя знаю. Это ты тогда все оживался с Барбарой? Я думал, ты все еще гниешь за решеткой. И какого хрена, спрашивается, ты приперся? Меня послал Фальконе. Ему не нравится, когда всякие глисты пускают его ребят на фарш. Так ты теперь под Фальконе ходишь, да? Вот что я тебе скажу. Если бы ты знал, что на самом деле происходит, ты бы назад в камеру удрал. Но теперь уж какая разница? Фу. 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА 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 Бинс, побудь тут. И не светись, пока мы за тобой не вернёмся. Ладно, ладно. Он вооружён! Стреляй! Бинс, побудь тут. И не светись, пока мы за тобой не вернёмся. Ладно, ладно. Вы меня только не забудьте тут. Договорились? Давай, редиска! Крути, я пойду в воду. Эй, Вито, давай, вперёд! Так, Вито, пошли искать месту. Глиста сейчас штаны обмочит. Да, мертвы! И угадай, кто следующий. Чёрт, опоздали! Вот и они. Выстрель, укатка! Эй, вряди, я... Эй! Встреливай! Эй, вряди... Давай, Вито, покажу! О-о! Я тебя мосту пробежу! Смотри и учись. Все плохо. Это все, что ты можешь? Я не могу. Это все? Еще один. Прикрой меня, я пойду внутрь. Ну же, гад! Девчонка! Неплохо. Ну да, пока он еще кому не позвонил. Черт, так я ее открыть не смогу. Да уж, тут нужно что-то тяжелое, как таран. Знаю. Смотри, тележка. Ах ты. Твою мать. Что за... Черт! Думает, он самый умный. Думаешь, ты самый умный, а? Ну давай, попробуй! Сукин сын, что он там? Черт! Черт! Что за, мертв? Нет! О, боже! Сейчас! Не трогай меня! Я чуток поиграю с лукой, а потом пущу на фарш. Ты со мной? Спасибо за предложение. Но я лучше... Крови не люблю, да? Нет, не люблю луку. Как знаешь. Но ты много пропускаешь. Начну с погоняемого для скота, которым он тут вопил. Да. Эдди, правда, хотел, чтобы я его лично убрал. Не забивай голову. Все будет в лучшем виде, просто чуть дольше. Быстро эта тварь у меня не сдохнет. Обеими руками, Зо. Ладно, я пошел. От меня несет за квартал, хочу уже помыться. Передай Эдди, пусть за луку не волнуется. Эй, Бинс, открывай дверь, все кончилось. Ты? Ты живой? Ну да. А ты как думал? Может, перед тем, как домой ехать, развлечемся со спящей красавицей? Знаешь, а это неплохая идея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да уж, похоже, не сладко тебе пришлось. Но ты же выбрался живым, верно? Теперь иди и помойся, пока ты всем аппетит не испортил. И тряпки эти уделанные сожги. О, боже. Продолжение следует... Продолжение следует... На что уставился? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эдди... Неплохой костюмчик. Спасибо. Ну так и в чем дело? По какому поводу парад? Вито, мистер Фалькона сегодня примет нас в семью. Тебя и меня. Нас берут. Сегодня? Да ладно! Да! Правда? Почему ты не сказал, что нам надо. Почему ты раньше не сказал? Что нам надо делать? Все узнаешь. Но сначала с тобой кое-кто хочет поговорить. Лео, я хочу поговорить с тобой о том, что случится с тобой о том, что случится сегодня. Да. Я, конечно, был бы рад видеть тебя в нашей семье, но раз уж Джо твой лучший друг, вы выросли вместе, как мы с Фрэнком. И поскольку Джо давно работал на Карла, я посоветовал, чтобы они взяли и тебя тоже, вместе с ним. Спасибо, Лео. Не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. Ни мне, ни кому-то еще. В этом весь смысл, Вито. Да. А теперь иди. Не будем заставлять их ждать. Ладно. Увидимся наверху. И что это было? Да ничего, просто поболтали о старых временах. Типа, как старина Лео уронил мыло. Пошел ты. Ладно, ладно. Все, хватит. Пошли. Вы прямо как школьники, честное слово. Ну вот, подождем. Вот что, ребята, пойдете по одному. Когда войдете, просто делайте, что говорят. Ясно? Джо, заходи. Эй. Удачи. Твоя очередь, Вито. Джентльмены, это Витто Скалетто. Витто, знай, что наша семья – тайная семья. Ты вступаешь в общество избранных. Для остального мира его просто нет. Отныне наша семья будет значить для тебя больше, чем родня. Бог или Родина. Если я скажу тебе убить твоего брата, ты сделаешь это. Покажи мне, какой палец нажмет на спуск. Повторяй за мной, Витто. Если я предам тайну нашей жизни, да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Амико Ностро. Джентльмены, вот наш новый друг, Витто Скалетто. Я очень рад, что эти двое достойных людей теперь с нами. И я рад присутствию наших уважаемых гостей. Особенно Дону Фрэнку Винчи. Вы, наверное, удивитесь, что я снова пошел на риск, проведя почти семь лет за решеткой. Понимаете, там, где я вырос, уважали только тех, у кого хватало духу взять то, что им хочется. Плату за работу будете получать от Эдди. Скажешь что-нибудь, Фрэнк? Никогда, джентльмены, не связывайтесь с наркотиками. Никогда. Это правило. Они приносят много денег, но это грязный. Я слишком долго выполнял чужую грязную работу. И был готов рискнуть чем угодно, чтобы, наконец, стать кем-то. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Алло. Ай, Виттол, это Эдди. Да, Эдди, в чем дело? Все, бросай и приезжай к Джо. Да, ладно, а... А в чём дело? Не телефон на разговор. Ладно, сейчас буду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снова возьмёт тебя куда? Тебя там ждут. Я... Ещё поговорим, да. Ага... Да, это же наш Вита. Здрасте, мистер Факона. Здорово, Вита. Садись. Привет всем. Так что случилось? Вита, я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец. Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападением стоял Клименте. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Климента. Именно. Сегодня у Климента большая встреча в гостинице Герб Эмпайра. Это верный шанс сразу убрать и его, и всю верхушку. А, ну да, конечно. Заходим средь бела дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладём толпу вооружённых людей. Я всё правильно излагаю? Не волнуйся. У меня есть план. Чёрт. Джо, убери сейчас. Хорошо, Эдди, не бойся, не рванёт. А вот если тут нажать, то... О, ну да, душу мать, убери немедленно. Ладно. Мозги растеряем. Ладно, ладно. Дёрганный ты какой-то. Ага, то есть мы средь бела дня зайдём и взорвём лучшую гостиницу в городе. Это не перебор? Не боись. Она не такая уж мощная. Всё здание не снесёт, но в той комнате, где она взорвётся, будет фарш. Как мы узнаем, когда её взрывать? Заберёмся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята, не подведите. Если справитесь, я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Да, кстати, я закрыл сегодня бар. На случай, если Альберта рыпнется. Ну, удачи, парни. Эй, а пацан в коридоре что делает? Марти что ли? Ну, он же не член семьи, так что я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь, пойдёт с нами, потому что нам нужен шофёр на стрёме и прикрытие, если что? Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю, и он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идём мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребёнка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за старпёрские разговоры? Вито, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезёт, и всё. Он даже не узнает, что мы там делаем. Водит он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея. Эй, эй, Джо. Чёрт, не заработаешь. Такая, о которой тебе лучше не знать. Пишет. Пушку у меня с собой. Да ладно, успокойся. Пушку у меня с собой. Пушку у меня с собой. Пушку у меня с собой. Ладно, я победу. Только не убей её по дороге, нам на ней ещё убираться. И что-то мне кажется, что авария и взрывчатка плохо дружат. Взрывчатка? Да, фейерверк устроен. Ты этого не слышал. Едем в гостиницу Герб Эмпайра. Заедешь в подземный гараж только через чёрный ход. Ну ж, ребята, расскажите, что в гостинице будет, а? Ну же. А ты что, книгу пишешь? Я уже сказал всё, что тебе надо. Ты чего это вытворяешь? Ну мне же просто интересно. Водитель хочет скрыться. Марти, все эти тайны не просто так. Меньше знаешь, крепче спишь. А будешь и дальше задавать глупые вопросы, в следующий раз не позову. Ладно, ладно, больше никаких вопросов. Да ради бога. Преследую гонщика. Ты что, правда себе... Вит, ты совсем двинутый. Если она взорвётся, мы трупы. Марти. Ну всё, всё, извините. Только слово мне ещё скажу. Прости, я больше не буду. Ни слова. Мамой клянусь. Ну всё, вот гостиница. Въезд в гараж с другой стороны. Вставай там. И слушай. Все пушки оставим в машине. Ещё не хватало, чтобы Громил и Климента нашли их при обыске. Ладно, мы с Витой идём внутрь и делаем дело. А ты жди нас тут. Услышишь большой бабах? Заводи машину. Будем отсюда делать ноги, Бронтов. И пушка тебе реально не нужна. Разве что за нами хвост. Но это вряд ли. Ладно, ладно, я понял, Джо. Климента снял весь восемнадцатый этаж. Это третий сверху. Там пара люксов, конференц-залы и охрана. И как мы туда попадём? С чёрного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник. Встреча ещё не началась. Переоденемся рабочими, а потом пойдём уборочку наверху устроим. Серьёзно? С каких пор ты у нас умник? Пошёл ты! Там внутри нас будет ждать человек со спецовками. Пошли. И мы не хотим поднимать шум, пока Климента не приехал. Так что не делай глупостей. Это разве не моя реплика? Будь здесь! Всегда на вторых ролях. О, чёрт, закрыто. Этот козёл должен был открыть её. Теперь будем тут торчать и надеяться, что он объявится. Мать! А другого пути нет, что ли? Можешь попробовать, а я тут подожду, на случай, если этот кретин заявится. Вот же ленивая тварь! Видишь, ты на лям? Ну? И где он? Его перепут. Слушай, мне правда жаль, что я раньше не успел. Ещё минута, и ты бы даже на свои похороны не успел. Прости, я... Хватит уже. Пошли отсюда. Вот видишь, всё под контролем. Пошли, форму заберём. И да. И ещё. Вот, надень. Совсем охренел? Так нас не узнают. Надевай. Класс. Поехали. Идиоты, уберите этот бардак! Вам что, уши заложило? Сюда, кому говорю. Уберите эту дрянь, ну? Или кто-то поскользнётся и шею сломает. Пошли, быстрее. Эй, вы, наверху прибрать кое-что надо. Шагом марш. Эй, Ричи, пошли с нами. Да это же Генри. Ну да. Ладно, пошли наверх, пока он не вернулся. Что лет Генри не видел? Он совсем не изменился. Ага. Надеюсь, он не успеет вернуться. Генри хороший парень, даже если работает на Клименте. Да, если он вернётся. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. Да? А если мы на знакомых наткнёмся? Так они нас не узнают. Очень, блин, надеюсь. Самое, блин, время. Где это вас носило? Кто-то что-то разлил в конференц-зале. Не спрашивайте, что это и как оно туда попало. Просто идите и уберите. Там скоро начинается большая встреча. И если всё не будет сиять, босс огорчится. Так что если голова на плечах дорогая, вы лежите всё на блесках и убирайтесь оттуда вон. Беспорядок. Беспорядок? А, этот. Вы двое, что надо? Один из парней тут был раньше. Он тут поскользнулся и упал. Ударился головой. Раз пять или шесть. Так что теперь тут всё в кровище. А у нас скоро начинается совещание. Так что уберите-ка всё здесь и побыстрее, чёрт возьми. Вот, козлы. Эй, успокойся, да? Они долго не проживут, вот и все дела. Ну да, помоги мне тут. Ах, блин. Эй, мать вашу. А, жёлтый. Так, синий. Это плюс к плюсу. Красный. Запал туда. Минус синий. Тут накрест... Готово. Окей. Самое сложное позади. И вот здесь. Убери. Кажется, всё чисто. Хорошо, можете убираться. Ладно, теперь пошли на крышу. Это Климента. Мы бы его прямо сейчас завалили. Если б было чем. Ага. И нас бы самих свалили через секунду. Пожар идёт по плану. Чёрт. Я не привык к такой физкультуре. Зачем тут настроили столько ступенек? Тебя что, на руках понести? Вито, Вито, постой, я кое-что забыл. Держи, это тебе. Просто на всякий случай. Это круто. Хорош, а? Кул 1911 с улучшенным магазином. Это его... 23 патрона. Так что жрёт их быстро. И не потеряй. Во всём мире таких всего два. Спасибо. Не за что. Ладно, пошли уже к люльке. Давай, пора. Мы оба. Вот же, блин, красотища. На что уставился? Господи, успокойся. Чёрт, парни, глядя. Твою мать. Ладно, пошли отсюда. Ну, это как устрица. Стой, стой, зацени. Давай, покажи. Чёрт, ты стрелять вообще не умеешь. Ну, вида. Началось. Твою мать. Я захожу. И это все, чем меня порадует? Осторожно, там могут быть другие. Не прикрою, не спи! Посмотрим, на что ты годишься. Продолжение следует... Прикрой меня! Я вернулся! И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Я прикрою! Давай, быстро! Пошли! ВЫСТРЕЛ Молодец! Я лучше всех! Надеюсь, снизу нас не слышали? И на улице нас с такой высоты не услышат. Пошли! Найдем люльку! Вы что это творите, а? Я еще окно не... О, чёрт! Господи, хорошо! Только не стреляйте! Я все сделаю! Молодец! Руки за спину убери! Вот лента! Свяжи-ка его! Считай, что тебе повезло! Остальных застрелили! Ладно, залезай! За работу! Эй, сколько у нас кабеля? Хватает! Хватает? Это сколько? До крыши хватит? Конечно, нет! Поднимемся на пару этажей и взорвем! А я-то думал, ты у нас умный! Что? Ты с ума сошел! А если нас накроет взрывом? Не накроет! Мы едва заметим! Надеюсь! Если свалимся, я тебя прибью раньше, чем до земли долетим! Отлично! Вот и наш этаж! Вита, бери скребок и мой окна! Пусть думают, что мы рабочие, а я займусь проводами! Субтитры сделал DimaTorzok И все! Готово! Давай чуток наверх! Ну, рыбку ты уже съел! Да, прямо как часы! Вот так! Эти кретины и не узнают! Что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю! Она как рванет! Едва заметим, да? Ладно, ладно! Пошли глянем! И чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок! Что за черт? Господи Иисусе, я чуть на ботинке себе не отбил! Ну и разгром! Прямо землетрясение! Какого хрена? О, черт! Вот везунчик! Ах, вы вроды! Черт, его нельзя упускать! Давай, Вита! Эй! А мы им устроим хохотание! Да, но дело-то не сделано, двигай! Найду! Нет! Я ничего не знаю! Нет! Я тут паркнусь, что развалил! Я захожу! Минуты! Оторожай! Останной стенкой! Бегай! 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 Сразу расхотелось с тобой в грудь! Бегай! Бегай дверь, Вита! Я справа! Бегай! До встречи внизу, урод! Стреляешь, как Мэйси! Вать! Давай, покажи! Ну, черт! Пожарные краны сработали! Правда? А я думал, дождь пошел! Угно! Ты черта не бежишь в этой воде! Как бы у нас хотелось с тобой ссориться? Быстро, сэр! Мать! Гляди, опять ломится! Давайте, уроды! Я вас жду! Три! Два! Так, нет, что еще такое? Уходите отсюда, мэм! Мы против вас ничего не имеем! Другой раз бери бомбу побольше, ладно? Ну, откуда мне было знать, что Климента засел в стартире? Не засел бы, если бомба не рванула до срока! Не ссы, мы его достанем! Стурка! Климента засел Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...